Ну а теперь обо всем подробнее. В Дагестане завершен подсчет голосов. Так, по предварительным итогам в регионе лидирует действующий президент России Владимир Путин. За него проголосовало свыше 90% избирателей. Это 1 миллион 290 тысяч 520 человек. Другие не менее важные подробности единого дня голосования у Бария Тубрынской. На 11 часов 19 марта завершен подсчет 100% бюллетеней. И речь идет уже о первых итогах голосования. Так, по итогам голосования в Дагестане лидирует действующий президент. За Владимира Путина проголосовало 90,73% избирателей. Это 1 миллион 290 тысяч 520 дагестанцев. На втором месте коммунисты. Павел Грудинин набрал всего 7,28%. Это 104 288 голосов. У остальных кандидатов в Дагестане сторонников еще меньше. 5 394 или 0,38% проголосовало за Титова Бориса Юрьевича. 4 399 избирателей или 0,31% проголосовало за Сурайкина Максима Александровича. 3 830 избирателей или 0,27% проголосовало за Жириновского Владимира Вольфовича. 3 741 избирателей или 0,26% проголосовало за Собчак Ксению Анатольевну. 2 465 избирателей или 0,17% проголосовало за Явлинского Григория Алексеевича. И соответственно 1781 избирателей или 0,12% в республике проголосовало за Багурина Сергея Николаевича. В республике избирательным правом обладает свыше 1 млн 677 тысяч человек. Выборный процесс шел на 1915 участках. На двух они прошли досрочно, остальные работали в штатном режиме. К трем участкам у избиркома возникли вопросы. На первых двух в Махачкале и в Дагогнях ситуацию удалось поправить, говорит руководитель регионального избиркома. На этих участках в городе Махачкала, это участок 1126, и в городе Дагестанские огни, это участок 380, были опечатаны ящики для голосования, в которых проходило голосование. Были поставлены дополнительные стационарные ящики для голосования. Голосование продолжилось, и уже после окончания голосования предстояло и участковой комиссии, и, наверное, территориальной комиссии рассмотреть вопросы законности всех процессов, которые там происходили. При этом по участку 1284 по Касумкенту мы информацию получили достаточно поздно, уже к концу голосования, и там какие-то меры предпринять, чтобы выставить там дополнительные ящики для голосования мы не успели. Бюллетени, которые были в тех ящиках для голосования, куда, по нашему мнению, был произведен сброс, они, конечно, все эти бюллетени были признаны недействительными. Уже не скрою вам, ситуация достаточно серьезная, три избирательных участка. Я общался и с главой республики Дагестан на эту тему. Он выразил четкую свою позицию, что те нарушения, которые имеют место быть, им должна быть дана четкая правая оценка. В день выборов ни одного письменного обращения не было, отметил Магомед Дибиров. Рассмотрение нарушений проводится исключительно по инициативе избиркома. Нашумевшие истории с физическим воздействием на журналиста, члена комиссии с правом голоса, уже занимаются правоохранительные органы. Работа тех, кто организовывал избирательный процесс на участках, где выявлены грубые нарушения, тоже получит свою правовую оценку. В целом, выборы прошли спокойно, считает Магомед Дибиров, учитывая то, что 19 марта были введены новые механизмы подсчета голосов и новые порядки подведения итогов голосования. Последние четыре месяца подготовки весь состав избиркома работал в усиленном режиме. Мы, избирательная комиссия Республики Дагестан, территориальная комиссия, по крайней мере, за избирательную комиссию Республики, точно могу сказать, мы очень старались, чтобы эту кампанию провести хорошо. После того, как были озвучены итоги, Магомед Дибиров ответил на вопросы журналистов. Собравшихся интересовали детали проведения выборов. К этому часу и на электронную почту избиркома уже поступила масса вопросов, касающихся реализации конституционного права граждан, участия в выборах президента страны. Баррия, Тубрынская, Руслан Гаджиев. Время новостей.